Журналисты нашего канала постоянно информируют телезрителей о темпах вакцинации от коронавируса в Тверской области. Наших зрителей интересуют вопросы о новых поставках препарата «Спутник Ви», об условиях хранения вакцины и об открытии дополнительных кабинетов в медучреждениях нашего региона. Валерия Королёва более подробно ответит на эти вопросы. Ещё одна партия вакцины, 10 тысяч доз, поставлена в Тверскую область 2 февраля. Это либо ампулы, где одна доза, либо пузырьки, рассчитанные на 5 уколов. Партия распределяется по медучреждениям со склада унитарного предприятия «Формация». Здесь «Спутник Ви» под особым контролем. Хранится в морозильной камере при температуре минус 29. Разморозят ампулы лишь за полчаса до применения. Далее за вакциной приезжают представители медицинских учреждений, где есть прививочные кабинеты. Перевозят ампулы в специальных контейнерах. В каждом контейнере обязательно присутствует терморегистратор. И мы контролируем. К нам приехала больница, открыли термоконтейнер. Мы видим, что там температура минус 23. Укладываем туда вакцину. Опять же, обкладываем все хладоэлементами и отправляем в медицинскую организацию. Там они приезжают, также вскрывают и также регистрируют температуру перевозки и хранения. Далее вакцина хранится и реализуется уже в прививочном кабинете. Для этих целей было закуплено холодильное оборудование. На сегодняшний день в Тверской области функционирует 31 пункт вакцинации. А с 5 февраля их количество увеличится до 38. Организовываем работу таким образом, чтобы вакцинировать лиц из групп риска. А это на сегодняшний день персонал и проживающие в закрытых учреждениях социальной защиты. Персонал закрытых учреждений детского профиля, домов престарелых и других. Конечно, мы ориентируемся на вакцинацию также в приоритетном порядке лиц с хроническими заболеваниями. Увеличить число перевивочных пунктов было решено на заседании оперативного штаба, которое провел глава региона Игорь Руденя. Губернатор подчеркнул, в районах области должны быть созданы условия для вакцинации всех желающих. На сегодняшний день за сутки удается привить более тысячи человек. И это количество должно увеличиться вдвое. Всего вакцину получили 19 тысяч жителей Верхневолжья. Это 55% от общего числа вакцины, поступившие в регион с начала прививочной кампании. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, электронную регистратуру по единому номеру 122, а также по телефону прививочных пунктов, которые размещены на сайте Минздрава Тверской области. Отправляясь на прививку, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Перед уколом пациента осматривает врач, измеряя температуру, давление, сатурацию. Нельзя прививаться в стадии обострения хронических заболеваний, имея признаки ОРВИ. Гражданам с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с лечащим врачом.